Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Рабочая неделя в самом разгаре, и этим уютным февральским вечером стоит насладиться новым выпуском игровых новостей. А у нас тут снова куча новостей о Hogwarts Legacy и о скоро выходящем Atomic Heart, о необычном боевике от российских разработчиков и еще много всего интересного. Усаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забыв нажать на колокольчик, перейдите по всем ссылкам, которые ведут в наши соцсети и расположены в закрепленном комментарии и в описании. А еще доставайте пирожок с капустой и яблочный компот. Мы снова возвращаемся к сделке века по покупке компании Activision Blizzard компанией Microsoft. 21 февраля Microsoft попытается убедить еврокомиссию, что сделка по поглощению Activision Blizzard никак не угрожает конкурентам и пойдет простым обывателям только на пользу. Слушание пройдет в закрытом формате. Microsoft должна убедить европейский регулятор, что все его опасения беспочвенны. Представитель же Еврокомиссии решит, стоит ли приглашать на заседание третьи лица. Однако, согласно источникам false patents, на слушании будут присутствовать делегаты Sony, которые определенно вступят в спор с представителями Microsoft. Напомним, ранее Microsoft уже не раз говорила, что готова пойти на любые уступки перед регулятором и дать любые гарантии Sony, чтобы сделка состоялась. Студия Remedy заявляет, наша дорожная карта на среднесрочную перспективу определена, и мы полностью сосредоточены на реализации проектов в текущем игровом конвейере. Инвестиции в наши команды, игровой движок NordLight и набор инструментов, функции поддержки и внешней разработки являются ключевыми факторами для нашего следующего скачка роста в ближайшие годы. Мы планируем запускать по новой игре в год, начиная с 2023-го, сопровождаемый дополнительным бесплатным и платным контентом. В Remedy есть ряд создаваемых проектов, среди них Alan Wake 2, первая в истории студии игра в жанре survival-horror, релиз который запланирован на 2023-й год. Разработчик также подтвердил, что Alan Wake 2 уже можно пройти от начала и до конца. Кроме Alan Wake 2, Remedy Entertainment работает над бесплатным многопользовательским шутером под кодовым названием Vanguard и над отдельным многопользовательским спин-оффом Control. Также трудится над полноценным однопользовательским сиквелом Control и ремейками Max Payne 1 и 2. Hogwarts Legacy продолжает ставить рекорды в Steam. По данным SteamDB, рекорд пикового онлайна составил 807 112 игроков. У Hogwarts Legacy все хорошо не только с онлайном, который позволил ей занять почетное место среди самых популярных игр в истории Steam по пиковому онлайну. Игра Valanche Software также получила множество положительных отзывов. Порядка 93% из почти 39 тысяч обзоров – положительные. Тем не менее, не обошлось и без негативных моментов. Встречаются жалобы на оптимизацию, а также претензии к творческим и дизайнерским решениям разработчиков. Например, Grover раскритиковал техническое состояние, интерфейс и различные игровые механики. Фрагмент обзора. Разработчики игры до этого занимались мобильными играми, и это действительно заметно. Вы хотели получить загадочный открытый мир полный тайны загадок? А фиг вам, получайте Genshin Impact. Хочешь сварить зелье? Постой возле котла, мы дадим тебе таймер, пока оно будет вариться. Хочешь вырастить кустик, чтобы из него сварить зелье? Та же история. Думаю, вы уже поняли. Некоторые активные пользователи выступают против Hogwarts Legacy из-за трансфобных высказываний Джон Роулинг. Они критикуют игру, покупателей и стримеров. В социальной сети обратили внимание на пост блогера Plainrock124. Он опубликовал фото уничтоженного коллекционного издания Hogwarts Legacy. Рядом лежит молоток. Plainrock124 ошибочно записали в борцы с трансфобией. Позднее установили, что блогер вовсе никакой не борец. Он специализируется на подобном контенте, а именно на уничтожении вещей. Например, недавно он поработал с видеокартой GeForce RTX 3080 Ti. Талант, в общем. Хакерша импресса опять пожаловалась. Недавно ее возмутила сложность защиты в Monster Hunter Rise, которую поставила Capcom. В итоге она все же смогла справиться с игрой и нацелилась на Hogwarts Legacy. Ожидалось, что взлом игры займет порядка десяти дней, но релиз бесплатной ознакомительной версии может подзадержаться. Вот что написала девушка в своем телеграм-канале. «Денуа создала тысячи новых препятствий для меня в свежей версии Денуа версии 17. Они пытаются заблокировать меня бесчисленными способами, и они даже идут против ограничения аппаратного обеспечения в процессе. Это меня злит, и теперь я создаю новые технологии против всех их блокировок. Вы можете быть уверены, что я уничтожу их». Создатели мультиплеерного мода Skyrim Together, разработанного для Elder Scrolls V Skyrim, взялись за Hogwarts Legacy. Прототип мода Hogwarp вполне работает — можно вместе побегать по Хогвартсу. Разработчики Hogwarp хотели бы сделать так, чтобы мультиплеер Hogwarts Legacy поддерживал до восьми игроков. При создании мода фокусируются на кооперативе и ролевой игре. Ожидается, что к концу февраля смогут выпустить доказательства концепции Hogwarp, а полноценный релиз может состояться через несколько месяцев. В Hogwarts Legacy у игрока есть возможность воспротивиться решению распределяющей шляпы и выбрать факультет самостоятельно. Игра доступна несколько дней, и многие уже успели выбрать факультет, или смириться с выбором шляпы. Разработчики Hogwarp Legacy предусмотрели четыре достижения, которые связаны с факультетами Гриффиндор, Пуффинду и Когтевран и Слизерин. Это позволяет отследить примерную популярность факультетов. В Steam и на PSN Profiles собирают данные о достижениях игроков в Hogwarts Legacy. Получается, что на PlayStation игроки в Hogwarts Legacy выбирают факультет и так процент от общего числа игроков, то есть не все сделали выбор или пока не получили достижения. Итак, в процентах Слизерин 15,4, Когтевран 14,2, Гриффиндор 13,1, Пуффинду и 8,4. На ПК в Steam распределение по факультетам в Hogwarts Legacy следующее Слизерин 17,9, Когтевран 14, Гриффиндор 12,8 и Пуффинду и 7,1. Получается, что Пуффинду и самый непопулярный факультет на ПК в Steam и на PlayStation, а вот Слизерин все любят. А еще Hogwarts Legacy получила свой первый патч после релиза, который улучшил производительность игры и исправил некоторые ошибки на персональных компьютерах, а также на консолях Xbox Series X и S. Владельцам версии для PlayStation 5 придется подождать заплатку до конца недели. Почему патч задерживается на консоли Sony, не уточнять не стали, ограничившись простым из-за некоторых непредвиденных проблем. Менеджер по связям с общественностью студии Avalanche Chandler Wood также отметил, что обновление исправит на PS5 трофей Collector's Edition. Причем те, кто не смог его получить из-за ошибки, получат его автоматически. Источники 3DNews рассказали о том, что происходит с якутской The Day Before и в команде Fantastic. Все не очень хорошо. Разрекламированная студия Fantastic волонтерство на деле оказывается неоплачиваемыми переработками. В контракте рабочие часы не прописаны, то есть претензий не предъявить. При этом наблюдается следующая особенность работы. Московским работникам позволяет уходить намного, цитата, на часов шесть раньше, чем якутским. Если работник отказывается от волонтерства, то он подвергается критике и может быть уволен. Fantastic – большая текучка кадров, а мораль команды на нуле и витает атмосфера безысходности и отчаяния. Недавно у The Day Before датой релиза было указано 1 марта, но в разработке, цитата, «все еще полный хаос». У The Day Before действительно проблемы с торговой маркой. Это не глупая отговорка для переноса, а результат плохого менеджмента. Сооснователи Fantastic Эдуард и Асен Готовцевы, как говорится в материалах, принимают многие ключевые и мелкие решения, опираясь исключительно на свои умозаключения. То есть в разработке The Day Before многое решает их настроение, и принятое решение может быть вскоре отменено. При разработке The Day Before готовцы ориентируются на западные блокбастеры. Одна из самых частых просьб к разработчикам – сделайте, как у них. Утверждается, что на предложение со стороны братья соглашаются только при наличии опорного материала в других ААА играх. Большая часть игровых механик The Day Before из трейлеров делалась специально для трейлеров. Сборка игры «Превращение в нечто целое» началась в конце 2021 – начале 2022 года. Якобы The Day Before намерены выпускать сырое, а потом дорабатывать патчами. Утверждается, что 1 марта будет проходить плейтест The Day Before для Nvidia. По итогам решат, будут ли сотрудничать дальше. До этого полноценные плейтесты не проводились. The Day Before планируют выпустить в ноябре 2023 года, но источники считают, что нужен год на разработку необходимых механик, ведь сейчас всё работает на костылях, а полировка потребует ещё год. К тому же ролики с геймплеем The Day Before удалили с YouTube. При попытке открыть ролик выдается сообщение – видео недоступно, его нельзя смотреть из-за жалобы на нарушение прав на товарный знак. Как говорят разработчики из Фантастик, за удаление, отправку жалобы, несёт ответственность человек, который зарегистрировал торговую марку The Day Before. Цитата. Три факта. Так называемый «владелец прав на название The Day Before» является создателем приложения-календаря, которое не имеет никакого отношения к категории игры. Когда мы анонсировали игру в 2021 году, он тоже хотел завладеть этим названием и подал заявку на получение товарного знака раньше нас. Он двусмысленно предлагает связаться с ним, чтобы что-то обсудить. Но что? Мы будем бороться, сила в правде. Неизвестно, почему создатели The Day Before занялись вопросом регистрации торговой марки после анонса. Ну что ж, а пока релиз The Day Before запланирован на ноябрь 2023 года. Разработчики Atomic Heart продолжают делиться материалами об игре и отвечать на вопросы. Один из читателей поинтересовался, можно ли будет играть в Atomic Heart офлайн без подключения к сети. Это достаточно актуальный вопрос, поскольку порой даже одиночные игры сегодня требуют постоянно быть онлайн. Представитель Manfish заявил, вы можете играть офлайн, однако не забудьте, и это важно, скачать патч первого дня. А вот ещё, что говорилось о комплексе Павлов в стиле демо-сцен. Где-то проводят эксперименты над растениями, где-то проводят эксперименты над животными, где-то… Павлов. Любопытно, конечно, и релиз уже совсем скоро, но, как вы помните, никаких предзаказов. Вот когда выйдет, там и посмотрим. Недавно в беседе с Game Informer, со-директор ремейка Resident Evil 4 Йесохиро Ампо и Казуно Рикадо объяснили, что они хотели, чтобы игра предлагала много возможностей для повторного прохождения и предоставляла игрокам массу возможностей для внесения большего разнообразия в игровой процесс. Согласно Ампо, хотя оригинал и мог похвастаться некоторым разнообразием боя, в других аспектах игры возможности были ограничены. «Бой действительно хорошо сделан, и выбор, который у вас есть во время боя, довольно разнообразен», — сказал он. Но помимо этого, мы чувствовали, что выбора не так много и думали, что здесь есть место для обновлений. Это привело к включению механики скрытности, которую мы немного видели в игровом процессе, который Capcom демонстрировала за последние несколько месяцев. В том числе, способность Леона приседать, подкрадываться к врагам и бесшумно уничтожать их. Еще одним новым инструментом, который способствует скрытности, является арбалет — бесшумное смертоносное оружие. В то время как другое новое специализированное оружие, о котором Capcom предпочитает не говорить, также будет присутствовать в игре. Кроме того, вне боя игроки также могут рассчитывать на новые пути, которые позволят им исследовать по-разному. Сервис SteamDB отслеживает активность пользователей в Steam. Оказалось, что выживание Sons of the Forest стало самой желанной игрой в Steam. Не совсем ясно, сколько именно раз Sons of the Forest добавили в список желаемого. У игры на текущий момент 184 тысячи пять подписчиков. На втором месте оказалась Starfield, у нее 182545. Ну а замыкает тройку Party Animals. Dead Island 2 ушла на золото. Игра выйдет на неделю раньше запланированного срока — не 28-го, а 21-го апреля. Об этом сообщила сама студия Dumbaster, отвечающая за зомби-песочницу. Все основные работы над игрой завершены, поэтому авторы теперь займутся подготовкой патча первого дня, пока издатель получает все необходимые сертификаты от цифровых магазинов, а заводы занимаются штамповкой дисков. Не исключено, что издательство Deep Silver просто не захотело конкурировать со Star Wars Jedi Survival от Electronic Arts, релиз которой состоится 28-го апреля на ПК, PS5 и Xbox Series XS. А тем временем в Microsoft снова сокращение. На этот раз особенно много людей попрощаются со своими рабочими местами в отделах, отвечающих за HoloLens и Surface. Увольнения в секторе ноутбуков-планшетов, вероятно, стали следствием заметного ослабления спроса на ПК. О подобных проблемах в последней неделе сообщала компания Dell, которая объявила о крупных сокращениях рабочих мест в связи с падением продаж ПК. Bloomberg также сообщает, что крупные увольнения произошли в отделах маркетинга, а Фил Спенсер, глава Xbox, по слухам, на прошлой неделе разослал сотрудникам электронные письма с подробным описанием происходящего. По данным редакции, сообщения включали просьбу Фила Спенсера к сотрудникам помочь друг другу пережить это трудное время и заявлением о том, что Microsoft обеспечит увольняемым максимально простой переход на новую работу в других компаниях. Еще в январе появились тревожные сообщения о крупных сокращениях в студиях разработчиков Microsoft. Компания попрощалась с несколькими сотрудниками Bethesda Game Studios и десятками сотрудников, ответственных в частности за Halo Infinite. Тем не менее, работа над шутером, который был встречен критикой, продолжается. Интернет-магазин Amazon обновил страницу Robocop Rogue City, указав в графе с даты релиза игры 30 июня 2023 года. Это определенно заглушка, поскольку указано последнее число месяца. Однако это позволяет заключить, что релиз игры состоится до конца первой половины года, как и утверждали ранее сами разработчики. Вероятнее всего, точные сроки выхода Rogue City авторы проекта назовут в рамках шоу Nacon Connect, запланированного на 9 марта в 21.00 по московскому времени. На презентации также покажут Raven's Watch, Gangs of Sherwood и The Lord of the Rings Gollum. В первой половине года выйдет и другая, гораздо более масштабная игра. Известный журналист высказался по этому вопросу во время подкаста Xbox Two, когда один из пользователей чата попросил связать возможную дату выхода Starfield с международным днем полета человека в космос, который приходится на 12 апреля. Кордон подтвердил, что это не первый раз, когда он сталкивается с подобными слухами. Но информация, полученная им в последнее время, указывает на то, что игра стартует в июне. По моему мнению, Starfield выйдет в июне. По последней информации, которую я получил, релиз состоится именно в июне. Источники редактора немного противоречат недавним слухам, согласно которым игра выйдет во второй половине 2023 года, вероятно, летом. Если его сообщение кажется правдой, это будет означать, что Starfield придется конкурировать с Diablo 4, Final Fantasy 16 и Street Fighter VI. Напомним также, что чуть ранее Кордон заявил, что игру можно пройти полностью от начала и до конца. Появилась информация о новом проекте создателя Неотомата. Йоко Таро делает 404 Game Reset. В проекте бренды Sega хуманизируют, игровые серии становятся аниме-девушками. Йоко Таро постарался объяснить, что происходит. «Это игра с интеллектуальной собственностью Sega. Поэтому я подумал, что Sega должна быть в игре. Но я не думал, что Sega захочет увидеть игру, в которой она будет представлена хорошей. Поэтому я представил ее негативно. Это мир, в котором показано такое развитие событий, что если бы дела у Sega шли хорошо, но потом вышли из-под контроля, то все могло бы закончиться вот так. Согласно лору 404 Game Reset, могущественная Sega пытается обмануть и взять людей под контроль. Игроки должны восстать против диктатуры Sega. А на этом у нас все. Поэтому самое время переместиться в комментарии и поделиться своим мнением об услышанных новостях. Конечно же, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok